МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфир программа «Навины региона» у студии Катерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня у выпуску. Глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь подрабязня и сельская господарка, промысловость, туризм, молодежно-политика. Во усих этих накерунках готовы супрацовничать с Могилевской областью китайские партнеры с провинцией Хэнань. Замежная делегация с визитом в областном центре. Про перспективы супрацовничества говорили у Аблвыконками на сустрече с керовничеством в области. Китайская нехау кожному и одразу обмен контактами. Замежные дипломаты с провинцией Хэнань ящи до перамоу раздали усім визитовки. Мауляу приехали за серьезными и долготерминовыми относинами. А яны начались с 2003 года после первого приезда в областный центр Хэнаньских гостей. С 2014 столицы Могилев и Чжэнчоу городы побратимы. Есть и экономичный эффект такого супрацовничества. Товарооборот Могилевщины и Китая летать склав 62 миллионы долларов. Популяризацией белорусских товаров на перспективном китайском рынку допомогла Минавита Хэнаньская логистичная компания. Есть намер супрацовничества и надалей. Если говорить о логистике, это очень важное направление и особенно, что касается продуктов питания. У нас также есть свои технологии в производстве мяса и молока. Поэтому мы будем стимулировать и поддерживать наших предпринимателей, чтобы они приезжали сюда для создания совместных предприятий. Мы всерьез рассчитываем на привлечение бизнеса уже в совместное. проекты. Сегодня тоже об этом много говорилось. И мы надеемся в ближайшее время, составив определенную дорожную карту, расписать направление сотрудничества и двигаться по данным направлениям. Шмат слов по часу встречи про белорусскую природу. Без конца и зелень – амаль экзотика для китайцев. Тому туризм – еще один знакерунка у супрацовничества. Баки домовились разглядеть махчимости для организации таких вандровок. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. 21 апреля в субботу у Дрыбин на встречу с мясовыми жихарами приедет старшиня постоянной комиссии по региональной политике и мясовым самокеровании. Советы Республики национального схода Беларуси Александр Папков. Прием граждан отбудется у будинку Дрыбинского райвы Конкама. У кабинете номер 62. По первые дни записаться на прием до Александра Папкова можно по телефоне у Дрыбине 25320шатыры. Два микроаутобуса с изломом колярового металла затрымали правоохолники у Дрыбинском районе. Супроводжальных документов на груз у водителей не было, и они подлумачили, что металлолом сбирали самостоинно, а так само скупляли у насильництва. Груз везли у горки, как сдать у приемный пункт. Один из водителей у ранее уже утраплял поле сроку милиции за аналогичное правопорушение. И правоохолники конфисковали коля 1600 килограммов колярового металла. На перевозчика ускладены администрационные протоколы, и, как поведомили областному управлению внутренних справ, за первое поугодие на Могилевшине конфисковали больше за 170 тонн металла, а маль — 6,5 тонн колярового и 165 чёрного. Первый урожай, первый заработок. Больше за полтысячи рублей заработала Пачаповская средняя школа с Краснопольского района на продаже саджанцев плодово-ягодных рослин. Три годы тому установа дукации стала переможцей в конкурсе по створению годовальника плодово-ягодных рослин. Проект был реализованный при финансовой поддержке Глобального экологического фонда и Международного фонда развития сельско-господарших территорий. У годовальнику Пачаповской средней школы каля 5 тысяч саджанцев розных культур. Первую их парту и реализовали покупникам. Наши дети уже умеют черенковать смородину, разводить. Мы уже в этом году продавали свою и уже ягоды первые появились. Именно не ту, которую закупали, а наша, своими руками выращенная. Дети умеют обрезать деревья, обрезать фруктовые деревья и кустарники. Проект этот в большей социальной направленности. Ежегодно 10 семей получают от нашего питомника саженцы плодово-ягодных культур, этим повышая свою финансовую стабильность семьи. Выпускник архитектурно-будовничьего колледжа Андрей Горкин надновил Могилёв початку 20-го стагодзя. Як выглядывал исторический центр города, можно убачить в 3D-проекте. Особливую увагу молодой архитектор надал храмам, что находились на этой территории в той час. На виртуальную экскурсию запросили и нашу сдымочную группу. На экране вы видите историческую часть города Могилёва. Такой она была в 20-м веке. На этот 3D-проект Андрей Горкин потратил по угады. Разом с выкладчиками они выучали архитектуру тех часов по книгах и фотоздымках. А трималось выяснить, что в начале 20-го стагодзя в центральной части Могилёва было около 30 храмов – православные, католистские и иудейские. А у архитектуры переважал стиль барокко. Вот на месте вот этого здания стояла Спасоперебреженская церковь. Её отличительной чертой было то, что апсида была квадратной, а не полукруглой, как во всех православных храмах. Однако один из самых цикавых для молодого архитектора объекта – костёл Святого Ксаверия. В электронном проекте он обновил не только фасад, але еще и внутреннее убранье храму. Я вам покажу костёл Святого Ксаверия, который стоял напротив драмтеатра. Вот здесь был драмтеатр, а вот здесь он стоял. Мы можем даже зайти внутрь, посмотреть. Вот так вам покажу. Вот такая экскурсия, потому чего уже нет. Да. Эта дорога восставит. Вот примерно так он выглядел внутри, росписи иезуитские. Костёл Святого Ксаверия стоял на театральной площади, и в вышине был около 37 метров. До речи, есть звездки, что частки фундаменту заховалися. Правда, под пластом асфальту. А частка – будинку музея этнографии, рештки иезуитского коллегиума при костёле. Архитектура, она эту память несёт в себе. Она зримая, её не надо открывать даже учебник. Вот стоит здание, и это живое свидетельство того, вот нашей памяти, нашей славы. Всё лето Андрея держал диплом архитектора. Теперь мусить протягивать в учёбу и марить, как по его проекте отновили костёл Святого Ксаверия. Катерина Булукова, Алина Соловьёва, Виталь Аляксейнка. Новины региона. Третья декада липень обещает быть больше тёплой. Максимальные дённые температуры на полдне Могилёшины будут досягать 27-28 градусов тепла. Однако короткочасовые опадки на больнице не зникают с прогнозов и ночи не думают потёплеть. Сочите за надвор, ямрают синоптики. Другая декада липенья выдалась холодной и навод вельми холодной, говорят у Абл-ядрометия. Звычайная липень, як середний месяц, больше летний. Наприклад, летость были побиты неколькие температурных рекордов. Однако, коли взять усю картину метра на зеранню, то самый спякотный липень был у далёким 36-м годе. Коли зафиксывали середнесутршную температуру плюс 23. Нагадаем, что середняя подличывается значных идённых показчиков. А самым холодным названый липень 79-го года. Самый спякотный день месяца – это 23-е липенье 2060-го года. Тады слубки термометра упаказывали 34,3 градусы со знаком «плюс». А максимально холодная липеньская ночь означалась у 92-м годе, коли было усяго плюс 3. Для поравнания, у минулую ночь по в области синоптики зафиксовали плюс 7, плюс 10. И до спортивных падей у Минску стартовал чемпионат Европы пас ужасным пятиборьей. Первый день с поборництва у принёс медаль у скорбонку нашей сборной. Уже ночью из тафеты Могилюшанка Татьяна Халдоба, разом с Гамильшанкой Катярыной Орол, стала бронзовым призёром. Девчины спрашались о плавании, фехтовании, конкуре и у так званым комбо-бег со стральбой. Пасля трёх видов программы беларуски были сярод лидеров с поборництву. А на заключном этапе девчины соперничали с венгерским дуэтом, який так само протендовал на пьедестал. Але наши спортсменки были больш трапными и худкими. Таким чином, перший день с поборництву принес беларусской команде першую медаль – бронзу у эстафете. Золото у гэтым видзе завоевали немки, россиянки, сребранные призёры. Чемпионат протягивается напереде яше 4 дни с поборництву. У дел у их беруть 128 спортсменов с 22 европейских краин. Я ещё больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by. А я с вами развітуюся. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»